С высот гор Франклин Техасский участок границы между США и Мексикой Простирается примерно на 2000 километров И большая часть его проходит вдоль реки Рио Гранда Которая скрыта за высоким забором Но для людей по ту сторону Многих из Венесуэлы, Дватемалы, Сальвадора Это не просто физический барьер Для них это граница между суровой повседневной реальностью И надеждой на лучшее будущее Эль-Паса и Сюдат Хуарес Объединяет не только общая граница Но и общее историческое прошлое В середине 19 века этот регион был известен как Эль-Паса-дель-Норта Или Путь на север И играл роль важного переходного пункта Между Новой Испанией, нынешней Мексикой И так называемыми северными территориями Спустя два столетия люди продолжают двигаться на север через эту точку Только теперь, помимо естественной границы по берегам реки Рио Гранде Здесь возведены шестиметровые ограждения и контрольно-пропускные пункты Однако культурные и социальные связи двух городов стали, кажется, еще крепче В Эль-Паса действуют десятки НКО и приютов, предоставляющих медицинскую, гуманитарную и юридическую помощь мигрантам В одном из таких центров мы встречаем Майкла Дебрула, бывшего агента пограничного контроля США После 26 лет службы в 2021 году, во время очередного пика миграции, он решил кардинально изменить свою карьеру и жизнь Я начал слышать высказывания о мигрантах, которые, как я знал по своему опыту на границе, были далеки от правды Говорили, что все мигранты – преступники Что страны выпускают мигрантов из психиатрических лечебниц и отправляют их в Соединенные Штаты и так далее Единственное, что я как гражданин мог сделать, это стать волонтером в приюте для мигрантов Так начался этот путь Майкл помог преобразовать общественный центр Sacred Heart в приют, где нуждающимся предоставляют еду, медикаменты и одежду Так бывший спортзал в центре Эль-Пасо стал настоящим спасением для тех, кто только прибыл в Соединенные Штаты Когда я прибыл в приют в декабре 2022 года в качестве волонтера, снаружи находилось тысяча человек Тысяча человек окружали приют и церковь Сегодня услуги приюта востребованы уже не так сильно После очередного пика миграции в 2023 году поток резко пошел на спад В 2024 он сократился в полтора раза Причиной снижения стали ограничительные меры, веденные администрацией Байдена в июне 2023 года на фоне предуберной кампании Однако, несмотря на заметный спад, приют всегда готов к новым волнам мигрантов Многие из них были ограблены, избиты, пережили насилие или сексуальное насилие И когда они приходят сюда, они уже чувствуют себя очень униженными Поэтому я заметил, что простой акт выбора ими собственной одежды был для них очень человечным и восстанавливающим достоинства Путь среднестатистического мигранта из, например, Венесуэлы начинается с пешего путешествия или автобусной поездки из сельских районов Где насилие и грабежи стали повседневностью Далее дорога становится еще опаснее Чтобы достичь границы США, венесуэльцам зачастую приходится пересекать Дориенский разрыв Полосу диких джунглей между Колумбией и Панамой Известную суровым рельефом, экстремальными погодными условиями и присутствием организованных преступных групп По территории Мексики мигранты добираются до границы автобусами, пешими переходами или на крышах товарных поездов Здесь, в Эль-Пасо, активисты, помогающие мигрантам, прекрасно осведомлены о тяготах и опасностях этого пути Один из важных уроков, который мы усвоили, работая с мигрантами здесь на границе, заключается в том, что когда люди принимают решение уехать Они часто долго обдумывают это, месяцами, и это решение полное горечи, они не хотят уезжать В 2023 году в пустыне на мексиканской стороне границы были обнаружены тела десятков мигрантов, погибших от экстремальной жары А те, кто пытается нелегально пересечь границу каждую неделю, получают серьезные травмы при падении 6-метровых заграждений Нередкие случаи гибели в водах Рио-Гранде, когда люди пытаются перейти реку вброд, не рассчитывая силы течения Как пограничный агент порой видишь сцены, которые тяжело забыть Однажды я обнаружил утонувшего молодого человека на одном из ранчо и вытащил его тело из воды И вы знаете, этот образ до сих пор меня преследует Я все еще иногда вижу его глаза Такие ситуации – это тяжелые испытания, через которые приходится проходить каждому агенту пограничной службы Невозможно быть в этой роли и оставаться равнодушным к тем трудностям, с которыми мигранты сталкиваются на своем пути В центре Эль-Паса открылось небольшое кафе, которое стало пристанищем для мигрантов из Венесуэлы Пока дети играют и поют в караоке, их родители ожидают завершения миграционного процесса Одна из женщин, Карлина, бежала из своей родной страны вместе с дочерью Я приехала, потому что экономическая ситуация в Венесуэле была очень тяжелой Иногда у меня хватало денег на еду, а иногда нет Мигранты, которые спасаются от насилия или преследований в своих странах Должны использовать приложение для смартфонов CBP-1 Для подачи заявки на политическое убежище в США Это является частью новых мер, введенных администрацией Джо Байдена В ожидании оформления документов беженцы могут работать, как Габриэла Чья задача состоит в том, чтобы помогать вновь прибывшим находить легальную занятость Мне кажется, я могу многое сделать, чтобы помочь иммиграционному сообществу Здесь у меня много возможностей Габриэла с оптимизмом смотрит на свое будущее в США Однако ее также беспокоят предстоящие выборы Да, конечно, мы все очень переживаем о том, что будет в зависимости от того, кто окажется в Белом доме Например, мы не знаем, что произойдет с программой CBP-1, по которой я смогла попасть в страну С приближением дня голосования в США тема иммиграции становится центральным вопросом для избирателей А Эль-Пасо привлекает национальное внимание Местные активисты и организации, поддерживающие мигрантов, также становятся важными участниками этого процесса Здесь, в Эль-Пасо, на границе, это всегда одна из центральных тем И каждый раз, когда приближаются выборы, внимание снова возвращается сюда Мы здесь, на границе, ежедневно и ежемесячно ощущаем на себе последствия тех мер, которые принимаются далеко отсюда Долгие годы ведутся споры о том, как сократить нелегальную миграцию и создать законные пути для мигрантов, чтобы они могли работать в США В 2016 году Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальными мигрантами и обвинения в их причастности к преступности основой своей предвыборной камбании Мы построим стену, Мексика заплатит за нее, мы должны остановить поток наркотиков При президенте Джо Байдене, вице-президенту Камали Харрис, теперь конкуренту Трампа на выборах была отведена роль ответственной за устранение коренных причин миграции в США из Центральной Америки Я хочу, чтобы люди в этом регионе, которые думают о том, чтобы отправиться в опасное путешествие с границы США и Мексики поняли, не приезжайте, не приезжайте В своей нынешней кампании Трамп заявил, что будет защищать избирателей от того, что он называет миграционным вторжением В 2024 году Трамп пообещал массовая депортация, усиленную безопасность на границе и обвинял мигрантов в причастности к преступности Сегодня я даю вам это обещание Я освобожу Висконсин и всю нашу нацию от этого массового миграционного нашествия убийц, торговцев наркотиками, членов банд и преступников Мы будем освобождены Риторика Дональда Трампа, включая его призывы к массовым депортациям, серьезно тревожит некоторых лидеров местных сообществ Активисты и организации, занимающиеся поддержкой мигрантов, отмечают, что подобные призывы могут усугубить стигматизацию и дискриминацию, а также повысить уровень насилия в регионе Эти меры затрагивают не только мигрантов, но и местные сообщества, такие как Эль-Пасо Это порождает насилие, порождает ненависть На самом деле это политики, которые пытаются навести страх, чтобы получить голоса И, к сожалению, сейчас в нашей стране это приносит политические дивиденды, что довольно страшно Я оформлял сотни мигрантов, прибывающих в страну, и мой опыт показывает, что 90-99% из них либо спасаются от преследований, либо стремятся к лучшему будущему для себя и своих семей На самом деле вероятность того, что преступление совершит американский гражданин, гораздо выше, чем что это сделает мигрант Камала Харрис, с другой стороны, акцентирует внимание на устранение коренных причин миграции и модернизации системы предоставления убежища При этом она готова применять более строгие меры в случае необходимости На мой взгляд, нынешняя администрация и демократы начали применять более жесткую политику, потому что боятся, что их не выберут или не переизберут Мне кажется, что все сводится к тому, что они думают, что хотят услышать людям Аминистрация Байдена внесла ряд изменений в миграционную политику, из-за которых некоторым уязвимым мигрантам стало сложнее получить доступ к убежищу на границе Это как раз те люди, которые гибнут в пустыне или тонут в реке С другой стороны, предпринимаются и другие шаги для реагирования на поток мигрантов, чтобы те, кому нужна защита, могли попасть в страну легально Но все в этой области выглядит как противоречивый набор мер, хотя с противоречиями на границе мы жили всегда Эти новые меры включают в себя усиление роли Мексики в контроле мигрантов, направляющихся к границе США А также перенаправление всех заявлений на получение убежища в цифровое приложение таможенно-пограничной службы CBP-1 Мексика, например, взяла на вооружение некоторые практики Соединенных Штатов Те же вещи, которые мы делаем Задержание, депортация, высылка, патрулирование с использованием, вы знаете, своего рода милитаризованного контроля Это то, что они делают там За последние пару лет мексиканское правительство действительно нарастило свои усилия Если вы не используете приложение, то не имеете права на убежище при въезде, что испугало людей Мы фактически закрыли двери для въезда, так что люди не могут просто прийти и сказать «Я прошу об убежище», даже если закон об убежище это разрешает Это приводит к тому, что люди вынуждены выходить в пустыню, чтобы лезть через шестиметровый забор и использовать различные другие способы, рискуя своей жизнью Ни администрация Трампа, ни администрация Байдена не справились с ситуацией на границе Была масса хаоса Независимо от того, кто станет президентом в ноябре Скорее всего, мы увидим дальнейшее усиление контроля на границе Ограничительные меры на границе в Аль-Пасо регулярно изменяются с начала 20 века Колеблясь между ужесточением и смягчением зависимости от политической и экономической ситуации в США Размытость в подходах к решению миграционной проблемы вызывает у местных жителей все больше критики Мы, как страна, до сих пор не определились тем, что мы хотим делать на границе Люди приходят к границе не годы, не десятилетия, а веками Дилан Корбетт считает, что будущей администрации следует сосредоточиться на приведении комплексной иммиграционной реформы И создании законных пути для интеграции иммигрантов в американское общество Мы знаем, что иммиграция обогащает нас И на протяжении веков мы приветствовали людей, которые пересекали границу Это также делает наше сообщество сильнее Нам нужно политическое руководство, чтобы аргументировать, что иммиграция укрепляет нашу страну, потому что это правда В мультинациональном Эль-Пасо более 80% населения говорят на испанском языке Мексиканцы и американцы регулярно пересекают границу для работы, учебы и визитов к семьям Но меры, регулирующие, кто сможет остаться в стране легально и кто будет допущен в будущем Во многом зависят от результатов президентских выборов в ноябре Я работаю с женщиной, которая уже 9 месяцев находится в Хуаресе и каждый день подает заявку на запись на границе Потому что это единственный легальный способ попасть в страну Каждый день она подает заявку, но так и не получает разрешения Ей 62 года, она борется с раком и 9 месяцев живет в приюте в Хуаресе, потому что пытается пересечь границу законным способом Она, вероятно, слишком стара, чтобы перелезть через стену Антон Золотых, Марго Бафф. Настоящее время. Американо-мексиканская граница. Эль-Пасо. Техас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok